Третья решающая карта, Team Spirit, Polarity, второй раунд лозеров. Игра на вылет, кто проигрывает, тот покидает нас, ребята. Ну что, Polarity, Лил будет играть на Найт Сталкере, а Фонин же, ОД, Женя, Вич Доктор, Фобос исполняет на Дарк Сире и Паша на Джиггернауте. Ну и Team Spirit, Габлак будет играть на Бэйне, Лидан будет исполнять Керри Сайланс, Райсбер будет в миде, на Тине, помогать ему в этом будет. Полуисона Флай на Веспе и у Флэйн будет у нас Фаник, Фуник, Глеб Липатников. Ребята тролля друг друга говорят, закончим соревнование лошадей, потому что 1-1 сделали хауснайты, сейчас без них разбираются. Мы были на этом? На ипподроме. На ипподроме, да. На скачках, да. Лошадь номер 7 проиграла. У меня тоже тут какой-то маленький тролль был по поводу ника Паши, что это Паша с девяточкой, ну я Паша, да. Это позиция в нетворсе? Это позиция в нетворсе, да. Я тоже читала этот рофл. Не всегда же так, поэтому это нестабильно. Вот если бы всегда была девяточка... Он иногда переворачивает его, просто получается шестерочка, где-то его в сторону стандартная позиция. Ну чуть погнобил и на этом хватит. Ну что, смотрим. Битвы за Баунтируну не состоялось. Каждый забрал то, что хотел. Сейчас скучно, когда нет драк вот этих. Самое прикольное, когда там по 7-8 героев умирает на этих Баунтируне, прям до последнего. Прям жестко вместится. Все опаздывают на свои линии, крипы проходят, их никто не блочит. Все идет наперекосяк, все стратегии сразу ломаются с первого левела. Вот это самый кайф. Тебе бы все, лишь бы не по плану шло. Вот, что, по-интересному было, конечно. Афонинджи. Отгоняет его висп. Сейчас тачковаться уже виспу не хочется, когда Афонинджи отвечает. Так, сейчас главное не пропустить ферзбат. Два пропустили, третий надо хотя бы показать. Один к трем это нормальный показатель. Ну да. Не так уж и все и плохо. Павел, секундочку просит. Павел, что-то случилось. Извиняюсь я. Да ничего, живи. Я не могу не чихать. Не можешь не чихать. Болел. Круто было бы, если бы ты мог чихать, когда захотел. Я так умею, когда солнце есть на улице. Ой, улетает у нас на мере. Ой-ой-ой, как далеко в фоне улетел. Ну да, все, просто спокойно прячете. В астрал. В лаутине. Куда у него и флай может еще встрять. На самом деле зря испугался Афонин. Он мог бы на серфе просто флай сейчас чуть ли не убить. Чтобы начал дочковать. Сарка норма. Лил. Отгоняет. На эти сталкера трудно гонять. У него армора очень много. Пятера. Поэтому его с руки пробить практически невозможно. Да нет. С Дарксером, в принципе, два толстых. Одного пятера, другого шестера. Попробуй таких погоняй. Ну или Дан тут нормально ластхитит. Хотя как нормально? 2-1 всего. У него пока проблемы. Дарксер имеет 7 на 0. Вот по таврам надо. Ну по таврам сейчас попытаюсь. Ой-ой-ой, попортил. Не пошло. Не надо было бить вообще этого грипа. И вот этого грипа надо бить. Надо бить. Зачем каблак вообще здесь сейчас находится? Вот так вот делается брейнсапы. Сделит экспириенс. Потому что мне кажется, важно сайлансера получить башу 3-6. Они загоняют просто тогда сайлансера. Они не смогут ставить. На него просто будет сталкер бежать и бить под щитом. Сайлансер вообще перестанет фармить. Вот сейчас под инвизом вообще может произойти то, что мы не должны пропускать. Ферз-булат? Да. Ну давай посмотрим. Ты отвлекаешь меня, я знаю, что ты сейчас... Вот-вот щиток накинул. Должен понимать, что он инвизи. В инвизи инфарм сейчас. Оп-оп-оп. А Илюх не понимает. Илюх не понимает, что скупает. Илюх не чувствует просто на самом деле. На нем это как-то не отображается. Первый щиток ничего не наносит ему. Сейчас уже второй вот щиток. Да все, спалили, спалили. Да, понятное дело, что спалили, я думаю, сразу спалили. Ну, не факт. За некоторых поздно доходит. Куда умираешь уже просто так, что с лицом. Где все сплат, давайте что-то придумывать. Да, блин, не торопись, я и так сосредоточен, мне нужно его показать. Это я тебе скажу, где он будет. Ну, прямо сейчас или когда-то потом? Я прямо сейчас не могу сказать, я тебе переведу туда экран. Я не смотрю за твоим экраном, я смотрю за своим. Я скажу, мид, скажу. Хорошо. Давай. Мы команда, мы должны так сработать. Да, да, да. Так, как у нас стоит товарищ Дивавр? Дивавр она стоит со счетом 4-1. Афонин на меде против Тиней, 19-6. Плохо стоит. Ну, не то, что плохо, это ужасно стоит. Вот, кстати, выход Найт Сталкера в мид, айсбергу, неприятный, тут ты куля. А что, ну, не стал? Вряд, астралманы зажал, наверное, 120. Ну, а зачем, а что они с ним сделали бы? Как-то обойтись с другой стороны, с его хайграунда начать ему петлять. Петлять с его хайграунда? Нет, так не работает, потому что он стоит под виспом, висп вылечивает, и когда он выйдет из астрала, он просто даст прокаст, висп включит своих виспят, и на этом кто-то умрет. Разную мы с тобой доту смотрели. Разную. Спрятали, переключаются на флая, тычка раз, баунти, забрали, Найт Сталкер, флай здесь, скорее всего, погибнет. Неужто я покажу ферсбат, флай погибает. Погоня за айсбергом еще. Что-то там по войду, воет будет, кстати, через секунду. А что, не пошли-то замедлили бы и размотали, или нет? Или не получалось у них так? Не знаю, просто решили остановиться на флайзблане. Ну все, флай показали. Еще, а вот и продолжение. Маны нету, сейчас утини, но висп уже летит, будет ухиливать. И не боится, из-за этого айсберг. Ой-ой-ой, жестко, жестко, жестко. Ну разделили виспят, на самом деле, афонин же отпивается, айсберг далеко пошел под вышку, то рановато, да, в итоге погибает, и флай тоже здесь умрет. Очень сильно подфидели Лилы, сейчас он набирает 4,5, и пока прилетит ОД он уже, скорее всего, пятый будет. А пятый Найт Сталкер на пятой минуте, это... Ты посмотри, сколько у него денег, у него было 1400 денег. Он купился сейчас райкликом урду, и сейчас еще можешь купить ингрейжные стики, прям сходу. И чуть ли не пойти по карте бегать, сейчас в солянку. Он сейчас пойдет, пятый уровень заберет, он набирает сейчас катапульту, вот этот пак крипов, и у него все настолько замечательно, он просто приходит сейчас на любой лейн. Сейчас вот он еще забудет, я до батлата нету, поэтому лучше идти на базу. Вот он, стик как раз, несет себя, несет себя. Манго, чтобы съесть его. Или не съесть. Кто его знает, любит он Манго или нет. Ну да, все люди, у всех по-разному. А зачем оно ему сейчас? Ни к чему оно ему. Он бегать будет, просто бегать из-за того, что он постоянно регирал ману. Монинджа, навес, виспята, спрятал, начинает наваливать по флаю, подходит еще на этот сталкер. Будет ли третий воид? Нет, видишь, нас затыкает Сайланса Майсберга. Воид второго уровня, извиняюсь. А куда, 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 сейчас полетишь, пота... Ой-ой-ой, что он делает? Что он делает? Лил, просто жесткий. Навес. И Лил спасается. Куда молодой человек? А все, Лил, судя всему... Куда? Нет. Но это называется... Это называется просто фит. Я не знаю, что он делал. Да, потому что ты сейчас виспа подкормил. Тоже почти пятый уровень, а давать ему ранее релокейт вообще никак нельзя. Можно приходить на ботом, можно приходить на топ, там, сайлансер твоего уровня просто. Иди и разматывай его по щиткам. Подтреть ему уровнем щита и просто сожги его в салат. Я не знаю, зачем вот это нужно было делать. Бежать на мидл, сейчас просто фидить. Вот. Вот сейчас идет на топ. Сейчас правильно, нужно было сразу идти на топ. Фобос щиток на себя, должен Габлак его заслипать. Просто отойти, ставится, стеночка, чтобы себя разбудить. Если что, пошел брейнсап, вот он слип, тут же будет вся иллюзия. Иллюзия, иллюзия разбуди. Все, 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 все четко. Умрет, умрет Фобос. Нет, Висп очень своевременно здесь оказывается, выхиливает Габлака. Что, нет, умрет Фобос. А, ты говоришь Фобос? Я думал, что ты говоришь Габлак. Габлак не умер. Что-то они под вышки ныряют, очень яро. Да подождал бы, Лила, я не знаю, что за... Мисс Коммуникейшн? Мисс Коммуникейшн, мисс Андестендинг, мисс Тимплей. Все, мисс. Вот сейчас придется ждать Фобоса, который тпшница, и они убьют кого-то наверняка, но... Ну, телепорт, и нужно набегать уже на Габлака просто. Эта стенка здесь вечно стоять будет? Ну, она в 45-х стоит, сейчас уже все подухнет. Ну, чист. Слоу, щиток, летит сюда в Фурион, Габлак под двумя щитками, есть Глобал, и погибает здесь Лил. И еще не только Лил, еще и Фобос будет умирать тоже. И еще и Фобос, то, что через 2 секунды все уже, на вес, минус. Слушай, что они устроили просто? Такой великолепный старт от Найт Сталкера, просто великолепнейший. Вот сколько у него было, вот когда он ушел, когда он сделал даблкил, у него был вот этот не до пятый левел, там, без одного крипа, да? Прошло 3 минуты почти. Да, и у него ничего не изменилось, он просто побегал и пофидел сейчас. Умер на миде, умер на топе, и он умирает в паре еще с кем-то. Да, это было печально. Выиграли, конечно, немного времени для ОД, это мало для него что меняет, потому что и Тинни, и Виспа подфиживают. Висп пятой с половиной, скоро появится Релокейт, еще труднее станет гангать, потому что в любой момент прилетает еще 2 пацана, которые с рассказа забирают практически любого героя, но зря они сейчас, так зря. Очень зря. Так. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй, что опять творит этот Паша? Это опять пни. Это 61 крип на восьмой минуте. Это, Фаник, прекращай. Ну, 35 у Сайллсера и 61 у Джиггернаута. Такое не должно быть, почему он так делает? Это реально фит крипов. На миде. Флай. Ну, забрали. Лил гнал с Айсберга пытается забрать, но Айсберг не особо боится. Сейчас ведь навесит тебя Лил, просто под Виспа. Висп возвращается, Висп пятыми замедляет. Вот он Сайллс, прилетает сюда Фаник, будут ли спруты. Ну, пора ставить для Вижена банально. Минус Лил, Айсберг продолжает жить. Летают здесь касочки, конечно, по двоим. Летик пошел на Фаник, айсберга. Навес. Выживая здесь Вич-доктора, а вот Фаник нет. Хорошо сыграл здесь в итоге Паша. Взял, короче, все в свои руки, потому что понимал, что команда не остановится, судя по всему. И будут продолжать. Хорошо сыграл Вич-доктор, у него 3-й каски были, прилетел сюда вовремя. Это хорошо, что у него варда, я был варфасайл, все триггеры моментально умерли. И Паша туда тоже в их своевременном телепортнулся. И даблкилл еще к своим 65 крипов, еще даблкилл, все очень круто. Тоже гернаут. Да. И вот он у Д, пока сапог, два нулика, кстати. Просто в статы пошел, чтобы выживать. Можно было какой-то брейсер купить, наверное. Еще фауэль-доктор, вот купился, билд как раз. И выход на топ у нас, смокер. Евгений и Лил на товарища. Уфлая через только 35 секунд будет релокейт, поэтому помочь он в ближайшее время ничем не сможет. Да, и кулдаун на телепорт. Он виспу, нет, висп просто будет стакать. Ну, глобал есть у Иллидана, но он вряд ли успеет спалить все это дело. Сейчас просто полетят каски, Валидана, Иллидан зашел глубоко. Пошли каски, Дезвард, Войт, стенка, глобал. Не спасай, это дело. Истики, но толку. Все равно здесь погибнет. Стики? Стики уже поражал? Да. Ну да, я думаю, ему нужно было до касок вообще. Жесть, глобал. За реакцию чуть-чуть. Он не увидел, мне кажется. Ну не, как мне увидел, ну прям перед ним стремился к герой, он уже начал отбегать. Еще бы 3-4 секундочки пожил, был бы релокейт, его висп может быть и спас бы там, но так, лишь не задалось. Здесь пистолетел, конечно, там по тавраму смонсовали бы их точно. Но, хорош тайминг, хорош тайминг от Полярти был сейчас. Ну что, Лил, где, куда? Мне кажется, он на него еще давит его чуть-чуть, капитанский мостик. Как-то он не показывает свою супер доту, которая славится. Ну да, посмотрим, может придет в себя еще, надо как-то вжиться в капитана. Все-таки ответственность на тебе большая, ты и пикаешь, ты должен в голове держать, как это все должно работать, ты должен руководить всеми. Ну, зачастую, конечно, бывают опытные игроки, очень опытные, которым не надо ничего говорить, они все прекрасно сами понимают. Да нет, но все равно нужно как-то чуть-чуть руководить, потому что команда, ну, тот же команда на игра, и каждый может понимать по-своему, по отдельности, по-своему, да. И нужно это все лепить во время игры. Так, на топе выход в смоке Паша с релак. Габлак, спалил смок, ничего не успел сделать, такая, то с Элансом, тут же релакейт сюда делается, он не слышал, что уже нет, или дан, погоня, а как догнать-то? Вот он Фурион, вот он навес, залетает сюда, или дан, пытается свалить Лила, Лила свалили, Фобоса закрывает, Сюршня будет, но буквально надо выбраться из пеньков, флайл, входит на релакейтинг, 0 хп, все равно погибает, и Паша на развороте. Иллюзиями, иллюзиями, просто долбит, просто долбит иллюзиями, твоих уже убивают. Паша, и дальше, дальше Женя, Женя свой, Женя бить не надо. Не получится, Френдли Файера, нет. Да, включи Френдли Файер, прикольный, вот эти Френдли Файер был. Нет, просто на Селкинге вылетаешь, в драку на... Сразу Рэмбо ищу с ультимейтем, да, и просто минус 9. Ну реально, вот эти психованные кого-то... Выход, присыпал Афонинджи, тут же пенечки, Женя, пошли Каски, еще бы что-то поставить на Ваника, залетай от Хаски на хайграунд, пошло Фьюри, отличный Дезвард. Ну а почему не пошли за Флайм, ты че хочет Пашу? Каблака держат, Каблака что убивать будут? Конечно будут, потому что по барабану там Пашу, он под Вуду Ресторейшнам находится, разбудили Тафонинджи, еще буквально пару тычек. Разворот, еще можно прицеп дать на Каблаке, а че вы испугался-то? Стики были. Ой-ой-ой, сталкер в спине. Лил, топора нету? Топора нету, поэтому мы не бьем. Ну то урок можно валиться, хорошо, крипы подошли уже, и побить его нормально. То, что, потому что, потому что, а ульта будет уфрена есть, наверное, надо будет пускать или... Нет, пускать и надо просто вон, халяву, шатать. Культа бы ничем не спасла бы. И вот тут Хилинг Вард, Вуду Ресторейшн, Урна, на ДСе, Хедрес Кабаклер сейчас будет меха, а слишком много хила на самом деле. Если быстро цель не зафокусить, то ты ее уже, наверное, не убьешь. Да, второй тавр ломают под... Ну реально, тройной хил, очень трудно что-либо сделать. И от Варда, да, и от Ресторейшн, и с Мекой, то все трудно. Но Глобал зато есть. Под Глобал сейчас можно как-то, но очень хорошо от Полярти отсюда уходит. Не стали бой принимать, потому что если бы они в Глобал стреляли, там все печально. Ну и мана уже нет у Вич Доктора, Фобос с Мекой. В принципе, можно было подраться, кстати. У ОД единственной ультимейта нет. Странно как-то, у ВД закончилась мана под, во-первых, Девауэра, во-вторых, под мана ботинками Стиками. Вот он, выход, выход на Глобал. Ну там без шансов. Там просто без шансов. Куча интеллекта для Иллидана. Четверку сейчас заработал просто так, летают там каски, но они не мешают жить. Найт Сталкер, выдвигается на ботом. Как дела у Фанника? У Фанника барабаны Фейзы 1900 на руках. Вот опять это боеспособный Фурион. Так. Выход в спину, на Фанника, затыкают с Айлансом. Ну тпаут ты не сделаешь, вот релокейт сюда. Да все, спокойно можешь уже. Я не знаю, почему Лил не давал сразу свой нюх. Ну там же кост, ну почему, ну дай сразу свой Void. Там есть вакуум, если что, собьет. Вот сбивает Фанику, Фаник отсюда не улетает. Еще и касочки пошли. Он побоялся, наверное, то, что начнет делать сразу паут, а Дарксир не успеет со вторым вакуумом так близко подойти. Не знаю. Успеет, конечно. Дарксир уже вот здесь тут был. Сталкер. Ну вот здесь им не дрались. Ну конечно, успел вот там, буквально не секунда пилов-то. Намерим. Хайсберг. Ой-ой-ой. Больно. Пошел на Фаник. Ультимейт. Пошел на Фаник. На Фаник. Где ультимейт? Он думал, что он его стычки топил. Бывает такое, что тычка сейчас прилетит, все, он убьет. Не стал ультимейт тратить. Ну, в случае минус 3. Как ни крути, все равно минус 3. Да, спаса там Ти не могло бы быть минус 4 суммарно, но улетает. Ти не степа аута. И минус Т2 еще. Слушай, а тут явно ведут, наверное, уже. Полярити преимущество сейчас порядка 4000 будет после обновленных графиках. ВХП трешка. ОД покупает Виталити Бустер. 1300 здоровья уже сейчас. Ну и Фаник с одним обливион стафом. Да. Они смещаются на Т1. На ботами. Опять пенечками видит Фаник. И у меня теперь вопрос. Опять же. Нужен был ли этот Сайлзер здесь? Который просто стоит на линии статичной и фармит какие-то артефакты. С Кентавром уже давно бегали бы вместе с Фурионом и убивали бы людей. Вот сейчас любой, кто прилетает на этот Тауэр, просто с Кентавром прыгает со стадом и фурион под ультиматию минус сразу. Кентавр соло может гангать. Сайлзер так делать не может. Сайлзер вообще какой-то безобидный персонаж. Ну, глобал. Перерывать дезвард. Ну, помогал глобал здесь как-то где-то. Ну вот, когда твоих забрали, нарежь их продал. Там в одну калитку было. Там они бы, если бы даже скиллы дали бы эти два персонажа, они бы все они не выжили бы. Смачок очередной у нас от Полярти. Хорошо заходит, найдут скорее всего Габлака. Если найдут Габлака... Найдут, Габлак сам найдет. Подвардом, подвардом видят его, конечно же. Это минус Артур. Моментально. И Т2 можно забирать на самом деле. Крепы здесь есть, можно поставить Хилингвард, что и происходит. Ничего не делает Сайлзер, тут же Арканы, которые фулману делают. И Паша стоит, месит вышку. Да, Хилингвард у нас третий уровень уже. Отливать вообще на какой-то любой дэмэдж от Тауэра крипов. Просто поставить, поставить, поставить фулл ХП. Плюс еще Визждоктор подхиливает. По пятерику. Ульт Фуриона был. А зачем так рано? Файт тоже не начинается. Просто чтобы попушить топ. Ну ладно. Минус Т2. ТП делается на топ. Там все еще стоит Т1, Т2. Скорее всего туда сейчас и сместятся, чтобы забрать все это дело. Ну а через ВЛС пройти, в первую очередь, весь его забрать. И плавненько, да, смещаться там на топ и забирать Тауэра. Ну и здесь, конечно же, остаться от Дарксеру и отпушить еще Тауэлинии. Заход на Рошана. Файт, что ж такое-то. Живи. Сергей, Роман, хватит чихать. Сергей, вас двое, что ли там? Ну, бывает такое. Когда заболеваешь из-за личности там все дела. Я понял. Страшная болезнь. Да, да, да. Сергей, Роман, желаю вам поправиться. Так, опять в тихомолочку Тим Спирит и забирает Рошана. Знает, когда Габлак пойти, когда надавить до него, до этого Рошана. Ну, и плохо реагирует, подарите. Вот только-только они поняли, что... Там же плосно понимать, когда Рошан уже погиб. Ну, есть там, конечно, второй уми слэш. У Паши, если он залетит удачно и не будет там трентов фуриона, то он может очень много народу погробить. Так, что у нас вообще там по нетворсам творится? Товарищ Джиггернаут со 132-мя крипами с бешеным фармом. На первом месте. Дальше Тинни, дальше Фрён, дальше Дарксир и Илюха. Илюха идет только на пятом месте. Вот это очень плохо. Только у него появляется родов Атос. Буквально недавно. Надо как-то догонять. Как-то пытаться драки навязать под Стрелокейт, может под Бейн как-то в сумачке выйти. А куда? Там пятеро сейчас. Даже если они сейчас начнут делать Релокейт на Пашу, он успеет нажать фьюри. Ну нет, просто под Аегис выйти хотя бы подраться. Я не говорил, что надо на кого-то лететь прямо в драку. Просто под Аегис выйти под Аегис и пытаться драку навязать. Найтсталкер спалил все это дело и просто отходит. Ну и все, теперь знают местоположение врага. Правда, не особо их это смущает. Они идут дальше, несмотря на то, что у Дим Спирит сейчас Аегис, они должны чувствовать себя намного уверенней. Да, но они все равно боятся. Боятся драться и видят Айсберг, и сейчас увидят Айсберг с Аегисом, но без клинка. Никуда в них и не сможет. Просто увозит его отсюда Висп и... Висп вернется и попытается уйти отсюда, конечно, на тизере. Да, и на тизере он уйдет вот сюда. Могут вообще драться спокойно. Под Клобал может попытаться. Айсберг, куда? 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 Да, зачем ты Аегис просто так размениваешься на халяву? Ну подожди, Висп вцепился. Пошел он мне слэш. Он мне слэш по Фаннику. Фанника зарезали. Фьюри прожимается. Айсберг очень больно. Финсгрип потрачен. Пашу ульта. Тодэк, облак, моментально минус. Погоня пошла за Айсбергом. Неужто дропнутый гид? Сейчас, если дропнутый гид, то и второй раз, скорее всего, его заберут. Дроп и гиды с Айсберга. Погоня за Флайем, но Флайя, наверное, отпустят. Флайя отпустят. Да, релокейте нету. И тут Айсберга нужно забирать второй раз, никуда его не отпускать. Тут четыре тычки, буквально и Флайя тоже погибнет. Да, да, да. Крипов жалко, нету под базой у... Т-2 пойдут забирать на топ. Т-2, да, тоже плюс. Так мы могли бы на армпу заходить, потому что только один байбек есть, и он у Тинни. Сейчас, извините, но 30 секунд покину. Давай, ничего страшного, живи. Ну что? Очередные минус четыре, плюс дроп Аегиса, скажем так. Семь с половиной тысяч преимущество уже у Полярити. Пятера по Экспе. Минус еще один тавер. Прожимается Фортификейшн, собираются подефать. Хилингвард будет через восемь секунд уже четвертого уровня. 2-300 на руках у Джиггернаута, и его не остановить. По-моему, Вуду Ресторейшн работает. Такие эмоции есть. Первого уровня пока Вуду Ресторейшн. Устается Хилингвард, все становятся фуловыми. Сейчас, возможно, сделают кружок, после которого вернутся и попытаются снова атаковать. Я встроил с тобой. Ты встроил со мной? Да. Отлично. Я скучал, скажу честно. Роман тоже всегда скучает по Фиктору. Габлак. Нашли Габлака. Стыкают с Айленсом. Фьюри. Минус Артур. Ответного кила сделать не получится. Вардович как-то самоверно очень по самому лесу гуляет. У него как бы есть варды, он их даже не пытается ставить. Его просто забирают здесь второй раз уже на халяву. Чемспирит в проблемке. Большие проблемки. Одного внешнего тавера больше не осталось. Потеряли все. Переход к атаке на хайграунд. Что там по поводу глобала? Через 10 секунд он будет. В принципе, как и хилинг вард. На самом деле, если в файте стоит четвертый хилинг вард и у тебя не получается его быстро убить, то файт идет в никуда просто. Ну, пнями его надо. Пней натравливать, убивать, пытаться. Стоит паша? Да, просто вместе тавер. И ничего этот тавер не делает. Глобал на пашу не сработает. Будет манта ставил всегда. Всегда есть куртилка. Ой-ой-ой, а вот так вот сработает. Да, погибает здесь паша. 60 секунд в таверну. Будет еще погоня наверняка. Дарксир, вакуум хороший по четверым. Пошли касочки. Стоит без вард. Кем же сбить без вард? Все это время просто стреляет. Минус Иллидан. Фанику буквально одной тычки не хватает. Минус 3. Великолепная комба. От Полярити и минус Айсберг. Ну они очень круто сыграли. Вот это Дарксир на развороте. Фобос по четверым вакуум. Да, как раз летел, летел, летел. И прям прилетел в тот момент, когда как раз они захотели это сделать. Минус Габлак еще. Да, тимвайп. Тимвайп и байбэк только. У байбэк есть три байбэка. И нужно байбэкаться. Ребята просто потеряет в сторону халяву. Они понимают, что скорее всего если байбэкнуться, то это все равно будет печаль. Потому что денег потратят огромное количество. Выфармить в ближайшее время опять же нигде не смогут. И это будет беда. Ну, счастлива сторона. Сторона не мидл. Сторона длинная. Боковая. И так очень неприятно играть, когда у тебя нет какого-то от пуша. Ну тени конечно есть и гоним. Но все равно. Это такое. Да, ну и просто идут на следующую сторону. Не собираются отходить. Знают то, что сейчас уже ни аегиса нет. Ни глобала в ближайшую минуту не будет. Руна дабл дэмэджа достается там найт сталкеру. У него сейчас еще и тычки 200 плюс руки будут. Если он до кого-то доберется. Ну и... Тяжеловато сейчас будет. Да, у сталкера еще через 300 голды появится. Но сейчас опять, сейчас будет повторение от глобал. Пашу просто нужно, да, вот так вот бить в крутилке. Потихонечку, потихонечку тавер ломать не нужно. Прям до конца его доламывает. Если байбэк набежит, прям манты стал как-то пытаться нажать. Навес. Просто чем-то сбить будет финс грипп на самом деле. А, ты не сможешь сбить финс грипп. Да, потому что кастуется финс грипп и кастуется... Ну поверх еще кладется в глобал. А если бы был Блокенбарб у товарища Девауэра, который скоро появится, наверное, он уже через 700 голды будет его собирать, то это все будет круто. Можно просто... А куда прилетел фаник? Аккуратно. Аккуратно. Смакея в смакея бегут. Они хотят ловить. И фаник прилетел. Ну они сейчас поймают Д, скорее всего. Ну Д, навес. Вич доктор. Вот он глобал. Тут же финс грипп. Афонинжи. Ну хватит дэмжи, чтобы его забрать. Успел он купить 7 и 3 хаммеров игр клаб, чтобы особо много денег не терять. Что по графикам? 13 тысяч по золоту. 7,5 по XP преимуществу Polarity. Ну Тиню на самом деле не такие игры выиграл. Поэтому тут еще со счетов в Team Spirit списывать рано. Но у них все тяжело конечно. У сталкер появляется Аганим. Как раз таки после этого маленького Тролиандра. Летит к нему Аганим. Как раз все круто. Теперь по Вижену все будет хорошо. Да, теперь с Виженом. Можно еще гем какой-нибудь купить. Есть топорик. На месте как раз какого-нибудь доктора купил бы ему гем. Которого есть тыщенка. И все позбивал бы. Что у нас будет появляться у Джаггернаута? Он купил диффузан. Да. Вот это на самом деле очень круто. Потому что он с кого-то сможет стащить Сайленс. Да, диффуза. Еще Дайггер себе подкупил. Чтоб более мобильным драком этим напрыгивать на каких-нибудь там парней, которые на галерке. Всякие виспы, бояные и там сайленсеры. Ну сокращать расстояние и сразу с ними меситься в открытом бою. А он очень силен в этом. Так. Облак пропалил. Пропалил смачок. Плюс-минус показывает где будет находиться у нас полярити. Ну на хайграунда они сейчас наверное снова пытаются зайти немного вышку подразмять. Но не более того. Была бы ночь. Была бы ночь. На самом деле стал крылья сюда побежал бы. Они бы запрыгнули на хайграун. Да, да. Сразу с блинка просто прыгает джекернаут и какого-то одного там персонажа просто секунду стирает. Вот не надо сейчас стягиваться. Не надо гоняться за виспом и тени. Это плохая затея на самом деле. Надо просто зайти так, чтобы они сюда сместились. В итоге его фармливают вражеские леса. Крипы на хайграун. Тем более там у вышки осталось 400 хп всего. Вот у Хилингвард. Пошел месить джекернаут. Пошли пеньки. Юрия. Пошла искусственная ночь. Медельная ночь. Рожан появился, кстати, у нас. Кстати, вы же агрессивная версия. Почему вы добрые песни поете? Ну, открылась у меня добрая нотка. Я агрессивный с добрым сердцем. Хорошо. Ну что, драка на рошане? Или халявка? Не будет, мне кажется, драки на рошане. Но могут попытаться залететь под релокейт. Но не факт, что получится. А если не получится, это конечное. Теперь это уже точно не получится. Да, теперь на рампе очень легко будет с джекернауту драться. Он, то есть, может заходить спокойно ломать тавер и не бояться ничего. Если нажмут глобал, если его поймают финсгрип, моментальный. Ну, спрячут в астрал просто. Да, моментальный блэкенбар и моментальный астрал на товарища джекернаут. И все, на этом закончилось. Два ультимейта просто идут никуда. Ну, я думаю, тимспириты должны прекрасно понимать, что там блэкенбар появляется у девавера. Вот сейчас должны пропалить, наверное, и так делать не будут. Хорошо. Пошли ищемить рошана. Там даже не ставится хилингвард, оставляют его. А, нет, вот поставил на хайграунд. Я думал, что хочет оставить на заход. Фаник. Пошли пеньки, которые сейчас прочекают. Лил в инвизи, он сейчас спалит все это дело. Он спалил все это дело, ставит сабсервер. Затыкает, вгрызается виспа. Пошли каски, каски начинают летать по двоим. Очень неприятно, ультфурион взлетает, вакуум по двоим. Есть глобал, но блэкенбар был прожат. До этого Фобос может погибнуть здесь. И скорее всего погибнет. Хотя урна, грифсы, и Фобос выживает. В итоге погоня еще и за айсбергом. Айсберг отваливается в таверну. Это минус три в живых фаник. Дотыкал он Вичдоктора. Ну и Лидан здесь тоже в таверну. Да, байбеков нету. Байбек есть только у Тини. Байбек если никто не сможет, спокойно забирают с полярити Рошана. И это очень... Такая печальная нотка для тимспиридов. Так, крипы у них на базе. Айгису Джиггернаут и Хилинг Кварчи есть пять секунд. А могут тут прям сюда бежать и забирать этот таву. И они решили мидл отпушить по-нормалу. Ай, на Джиггернауте прям сюда бы набежал бы этот тавор убил. Прямо в ногу. Почему бы и нет. Просто забеги и сломай его. Пока крипы на базе. Давай, давай, мужчина. Оп. Четко. Ну, Пашка, красавчик. Пашка начинает харасить милишный барак. Ну все, диффуз. Диффуз налила. Да ему как-то пофь кулил. А вот так? Атак. Флай в таверну. Флай в таверну. Флай в таверну без байбека. Ну, падает мидл у нас тоже без боя. С Айгисом, но с Пашкой ничего не боится. Просто идет вперед в наглую. Сейчас Габлак погибнет. Габлак погибает тоже без Айгиса. Идут Иллидана. Здесь уже опасно. Ватер 4 таверами. Сейчас может умирать у нас. Не, Фьюри скорее всего просто не отойдет. Да. Ну, в сторону забрали. Фонин же. Плакенбарой все, Фонин. Иллидан. Да. Да нет, здесь уже на самом деле все. ГГВП пишет. Габлак. Ну что, поднимем Clarity за Polarity, потому что они проходят дальше, а Team Spirit покидают данный турнир. Поздравляем. Поздравляем Polarity. Где ВП Polarity, просто Polarity. Сыграли неплохо. Да, перестроились после второй карты. Как-то у нас все три карты получились однокалиточные. Сначала в одну сторону, потом в другую сторону, потом опять в другую же сторону. Ну, неприятно, конечно, сейчас Team Spirit, что они вылетают с такого важного СНГ турнира. Так как после решафлов их считали одной из сильнейших СНГ команд. И они должны были как раз на этих турнирах вот и закрепляться. В итоге не пошло. Габлак 0.9. У Фаника опять не сдалось. 3.5.9. БКБ уорщит барабаны. Ну, я думаю, что ребята сделают работу над ошибками. Подумают что-то насчет пула, потому что сайленсера надо как-то по-другому, наверное, использовать или не использовать вовсе. Да, я им предлагал другой вариант. Они захотели вывязать. Пускай грейдят эту стратегию и стараются... Ну, вообще грейдятся как команда, потому что впереди у нас много всяких чемпионатов, отборы на мейджор и закрытые и открытые квалификации, потому что нужно стараться играть. Ладно, пожелаем вам удачи. А мы переходим плавненько к матчу под номером 2, где будет участвовать тоже наша команда. Ну что, будем уходить на небольшую паузу, буквально минут 10 и мы к вам вернемся с матчем. Вегас Квадрон против Дениш Бирс. Дениш Бирс, да. Дениш Бирс, которые отправили Na'Vi в сетку лузеров, если не ошибаюсь. По-моему, это именно они и были. Да, они в верхней части сетки отправили со счетом 2-1 Na'Vi. Потом Na'Vi упали в лузера и их отправили домой вообще в Polarity. Так что, будем смотреть. Вегас Квадрон тоже не все гладко в их плейстайле. На самом деле, они очень трудно против Лондон в конспирсе прошли в предыдущей встрече. Дениш Бирс – это ребята, которые посильнее будут. LC. Так что, будем смотреть. Да, далеко не уходите. Вернемся буквально скоро. Через 10 минут по расписанию гадко стартанет. Поэтому оставайтесь на канале. Слушаем музыку. Звучит музыка. Звучит музыка.